привет зритель я тут решила записать точнее вообще подумала записать и мне что-нибудь такое у меня фоточка открыта мне что-то так на воду как будто но вроде там холодно ну в принципе сейчас так и будет там холодно короче говоря мне тут приспичило записать еду потом думаю а вдруг ее никто не хочет видеть и написала я в лудилку где 13 человек вместе со мной и человек и рассказала хочу ну или как-то в этом роде суть такая что надо и я решила записать в общем я посмотрела в интернете как делают сухарики в духовке и один рецепт мне приглянулся я правда не уверена что у меня получится будет и точнее это вкусно нам надо чайного хлеба у меня чайный хлеб имеет свойство вообще хлеб коньки откидывать раньше времени раньше на той квартире делала сухарики и мне как бы они нравились я сюда их даже привезла но моя тетя вопила типа чё ты их туда переводишь они в итоге тут взяли и молью пожрались но это давно было ну как давно тут середина апреля и в общем короче а да еще сегодня меня атаковали хейтеры косящие под хейтеров и всякие фигуры я наверно просто была голодная потому что как-то они меня так подзадолбали я так пожаловалась немножко так пожаловалась со смайликом товарищу товарищ мне выдал что типа это если есть обожатели то есть хейтеры типа норм же ну типа все хорошо тут расстраиваешься я подумала действительно хорошо короче хейтеры я вас люблю и не хейтеры тоже у меня сегодня было согухон из одного одной чашки какао четырьмя чайными ложками этого какао несколько и молока соответственно чашка какао что-то я уже хочу жрать в общем надо поедать чеснок я взяла три зубчика на всякий случай если вдруг один зубчик высохший кари соль масло вообще подсолнечное но оно у меня тут с оливковым слушайте мне вот тогда на год хватило этого литрушки даже на полне на полтора года хватило литрушки подсолнечного масла тут я купила тут меньше литра и что-то она мне как-то все уходит и уходит сколько тут вообще восемьсот десять миллилитров но я два раза делала с этот как он там чесночный сливочный соус куда масло дофига надо и вот что-то ну и соответственно хлебушек сейчас на этот чесночок наверное сначала похреначим ой я же хотела этот и поставить сейчас я покажу залить воды только у меня тут свекла как бы так это принести то чтобы было видно ну короче там свекла сейчас может это не знаю если я буду тут еще смотреть как она выйдет может попробуем я с телефона управляю надо все-таки показать людям эту свеклу я сегодня узнала как это он такая фигня что свекла типа не лежит это мой палец вот вы видите эту свеклу больше вы ее не увидите не на самом деле я сейчас просто поставлю вариться хочу сделать свеклы с чесноком и сметаной а еще наверно придется винегрет потом ваять ой для винегретов то тогда мне пришлось еще что-то доваривать ну ладно я пока просто сварю эту свеклу а чё хейтеры в общем видать это ему что-то одна написала такая вот есть у меня люди которые косят сейчас будут громкий рук но я его налила и забыла попить и он остыл короче одна такая она как бы заводит домашнее животное если оно и надоедает то она его выкидывает и заводит мужика или женщину и вот она мне этого советовала типа выкинь куда-нибудь своего куча кота вроде себе многое существо на периодически что-то вроде нормальная пишет но по большей части срывается на свое естественное состояние скажем так надо взять рисочек под всю эту шкурку о как вкусно пахнет чесночком то а другая сначала она косила под юристом ну так писала совершенно безграмотно я уже стала разочаровываться в юристах современных благодаря ей а потом ну как бы я думала что ну может ей так лет 25-30 типа того потом она периодически косила под умудренную годами женщину все шестьдесят а оказалась школьницам ибо она проговорилась в каменте когда поняла что проговорилась камент удалила youtube имеет свойство некоторые каменты особенно удаленные полностью так выдавать в информажке я скриншотик сделала интересно ради ну в общем если люди у вас есть друзья ЛГБТ короче если у вас есть сюда пока поставлю чтобы было видно чтобы не загораживало ничего нам солнце кстати эту салатницу мне одну из трех там их три всего подарили мои друзья семейные на юбилей ну в смысле на этот не на юбилей как он там ну вообще юбилей наверно сколько там дней было как я живу в этой квартире на чё дарят то как это называется там блин новоселье ё-моё от того что куда-то мало покушал стал тормозить но зато повод придраться к словам короче если у вас есть друзья из серии ЛГБТМ а вы при этом гетеро то окружающие вас недолюди ну те которые типа хейтеры косящие под хейтеров или фейхи будут считать вас конечно же самих ЛГБТшниками ну наверное если вот допустим у вас есть животное дома то вы тоже не человек и животное ну допустим у вас есть кошка дома то конечно же кошка так как же вкусно то пахнет блин я сейчас эти картошку намутила ну наметила поставить в горшочке я вчера свяное мясо сварила меня что то так это вырубило я вообще в 5 утра проснулась вчера втала салтечку надо взять а вот салтечка ну и в итоге я без двадцати восемь думаю сейчас наверное подремлю с роднёй посоветовалась мне родня говорит типа чё это ты подреми ревёшь давай уже сразу спать заваливайся ну я и завалилась и где то почти пол седьмого встала окончательно точнее проснулась и поняла что я наверное свои десять часов уже даже выспалась что прям чё бы не вставать у меня тут щас у меня тут двадцать пять минут почти двадцать четыре минуты одиннадцатого ну не зря мне хочется уже кушать на воздух так я там правда батарея наполовину по моему разряженная ну или как то так в общем наверное ну я так поняла что сухарики надо короче сорок минут на ста пятидесяти градусов хреначить а пивка тоже около сорока минут творится я думаю я щас это сделаю поставлю сухарики и поставлю на зарядку камеру а потом может еще что-то запишу горшочек то с картошкой я же щас не смогу сделать если сухарики то буду ваять горшочек то с картошкой придется потом ваять хотя как вариант я изначально думала может это потушить ее в глубокой сковородке а еще так некоторые всплываются вот записала эти пустоти баночки немножко так стебненько по большей части сама над собой смеялась а некоторые люди стали обижаться и видеть никаких будто это я не над собой смеюсь а над ними такие чувствительные так сопереживают мне так мы сюда щас это выфигачим чеснотек варучка может надо как-нибудь рисок сварить асагохан я все раньше думала ну как бы там у них еще как-то я не помню обед или ужин тоже с рисом как-то связано потом думаю у них же рис на завтрак рис на обед, рис на ужин поэтому и асагохан завтрак чайная ложка карри надо за ложкой сварить еще соли надо наверное чайную ложку ну как бы оно вот такое тут не совсем чайная ну я ее, ну может и чайная я ее примяла чайник согревается еще чуть-чуть и забежал, убежал бы в смысле заверещал бы типа я хочу убежать так, сори вот я не помню сколько там соли было ну возьму эту чайную ложку соли может даже чуть побольше чайная ложка и треть одна целая и одна треть ну, грубо говоря чайная ложка соли с горкой подсолнечное масло, но там хлеба было больше в два раза там надо было треть что-ли столовых ложки, я думаю можно сейчас может я же не весь хочу хлебушек то делать ну две столовых ложки делаю хотя карри там уже много было ну ладно так и сейчас мы хлебушек с вами порежем ну вообще порежу то его я это все смотреть будете после макбарана я обязательно в телефоне когда управляешь не видно сколько ты времени там начишь нам наверно было побольше нам наверно было побольше нужно взять ну наверно было сто страндочек да, пожалуй я возьму ножек побольше где мой тисак 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 я сегодня во плодилке узнала что не я одна не умею открывать консервы на ру ну этим самым которым консервы открывают я не одинока что меня несуспектно радует что меня несуспектно радует вы то можете сделать если решите такое делать поэта покрасивее я как режется так и режу ну вообще там видно видно когда есть еда но нет денег вообще мне вчера сказали что это весело когда много еды на моё что у меня позавчера был день уборки и день мёртвой еды ну дофига еды вообще я вкинула какую-то всякой разной я вообще еда любит а еще что это весело готовить немного весело ну как бы весело программировать но готовить еще веселее так как я еще не умею программировать даже не пыталась и что это действительно разгружает мозг так что наверно у меня будет ранний обед ну как бы я планировала после какао чая вот с ним попить с орешками покупными еще одна моя подруга на моего пришел у меня что там тесто не получилось потому что в интернете было написано что соду туда не кладут а оказалось что именно кладут как потом выяснилось и после сказалось что прежде чем делать всякие тортики и вкусняшки надо сначала освоить приготовление печенья а я хочу безе сваять потом как нибудь у меня как бы есть сладкое поэтому пока вроде делать безе при наличии другого сладкого есть риск что другое сладкое хлопнет ластами еда у меня так бывает делает довольно часто теперь это нам надо перемешать как это я так лоханулась я еще думала картошку слояем поставлю все туда а туда же или картошка или Сухарики Мне кажется надо еще масло полить То как-то суховасто Кашу маслом не испортишь Хоть это и не каша Ну да ладно Ну довольно вкусно пахнет Хотя возможно это только потому что я хочу есть Мы однажды с подругой гуляем Я иду и говорю ой какой вкус Аппетитный ты есть хочешь Я говорю нет Она говорит ну как это так Ну потом идем и я говорю ой какая тень от куста вкусная Точно есть хочешь Я говорю как ты поняла Типа говорит это Есть хочешь поэтому все у тебя аппетитное Ну и как то мы к ней пришли Ее пост был она что-то такое готовила Ее мама надо не ешь Что типа постная то все Не съедобно как бы Ну не все постные продукты Про эти блюда не особо съедобные Но она считает что если типа когда ты голодный Или особенно у тебя пост То там помимо православных пост блюдет И те в комменты если знаете Ну и поэтому у тебя все вкусное как бы Так нам надо Противешок Бумагой для выпекания зафигачить Такс А я у нас не противешок Видимо придется мне все таки орешков с чаем поесть Надо его вытереть А то его тут мыло А он еще не совсем сухой Не режу супа поесть Поем то я супом А потом чаю с орешками Одними орешками сыпь не буш Сладкое имеет свойство Быстро перерабатываться Или может не очень быстро Но суть такая что просто не очень быстро жрать Нозницы мои Нозницы вы где? Еще некоторые вроде кажутся адекватными Но иногда такое в комменты выдают Особенно в последнем этом премьере Которая как бы премьера была да Ролик где премьеры Что типа Лучше бы был стрим Ну я хотела сказать Там якобы учитель Приходит такой учитель русского языка в школу А ему ну на урок А ему девочки говорят Лучше бы математика А не этот русский Вот ему бы было приятно Еще мне типа Тебе должно быть приятно Что люди хотят стрим Я думаю стрим создан для чего? Чтобы подписчики общались с блогерами Ну как везде бывает Я не про свой канал И донатили Ну мои подписчики Не донатят По большей части Но такие любят стримы Я к чему? Что Как бы Мне то может было бы и приятно Что подписчики ждут стрима Но Когда об этом пишут Относительно другого ролика Ну не нравится формат премьеры Ну не смотри ты его У ролика отца адекватный человек Показывает себя с какой то совершенно неадекватной стороны Что типа вот того что Я тут смотрю твою премьеру А мне хотелось бы стрим Лучше бы это был стрим Чего то тебе не нравится Если тебе вот это не нравится Ну как быть По моему люди Косящие под адекватов Должны пытаться Ставить себя на место Другого человека Если допустим Тебе бы сказали Тот же вот Пример с русским языком Типа Вау русский Лучше бы была математика Если тебе приятно Окей Сри в комменты другим Чем то подобным Если тебе не приятно То зачем подобное писать людям Вообще не понимаю Не было наверное у этих людей Друга не Титока Который бы объяснял за жизнь Что и как Не я как бы До общения с товарищем Вот это вот знала У меня предки с вежливостью дружили И я как бы с ней тоже Сейчас питание у меня меня меняется Но Говорить что то еще в таком хамском стиле Пусть то я им это все должна Я еще так вот шутилась Но что в принципе Давно смотришь меня Мог бы уже привыкнуть Что если мне что то захотелось Что то мне нравится Что то интересное Я до упора вот этим занимаюсь А потом Оно идет на полочку Я занимаюсь чем то уже другим Или попеременно То тем то то этим Мы это застелили Не получается у меня пока застеливать Так как у людей Но однажды получится Не у всех все сразу получается Еще как бы я стараюсь обычно Ну как бы зеркалить кому то плохо Кто то мне плохо пишет Я так же и отвечаю Кто то мне добрый пишет Я по доброму отвечаю Но иногда я пытаюсь отшучиваться Но видимо это зря Потому что тут мне одна Пишет что типа Тебя 34 года Да как ты типа Живешь без семьи Без мужа Без детей Да даже без парня А был ли он у тебя вообще И после этого как раз пошло Девочка Кота мне выдала Это киса наша Что школьница Косящая под юристом В 60 лет Что я лесбиянка Я помню эту идею Выдал в городе один чувак После того как я его отшила Ну типа если Тебе с кем то не повезло Но тебе нравится человек А ты человеку нет То все значит не то ориентации Вот мы тут распределили Вин как же вкусно пахнет А Я еще сомневалась В карьере зафигачивает Надеюсь И так нормально выйдет Ну и короче говоря Я еще так пожаловалась В охладилку Офигевшую свою Так это Твежевый свой камень Скинула скрином Мне еще надо было и написать Как я в охладилку сказала Ну ты же без мозга живешь Вот я помню как ты кому то ответила Типа вот у тебя нет зубов Ну каких то там Ну допустим да У меня четырех там зубов нет Они еще не выросли Не успели Ну вы их подгоняйте Подгоняйте Может вырастут Надеюсь Быстро Быстро сразу Вот в каментах Кто сказал у тебя нет зубов Сейчас они сразу выросли И я написала в ответ Что типа Как ты живешь У тебя нет зубов Я написала Ну вы то живете У вас нет мозгов И сразу такой негатив идет С обидками Не вот Люди когда другим срут в каменты Они что ожидают Что их по головке будут гладить Не я в курсе Что типа Хейтеры есть Это круто Но Вот чисто Вот в самом момент В общем вот Сейчас я камеру Наверное перенесу Чтоб было видно Нашу печку Вот так вот Берем Чтоб нам солнце не загораживало Мы диагены А вы мы А это македонский Кто не знает этот прикол Загуглите Лежит такой диаген Подходит к нему македонский Та-та-та-та Диаген Ты такой крутой Я даже Сама вам говорю Буглить не надо Ну вдруг вам лень Вдруг у вас Поиск Ну этот Поисковик Какой забанил Все поисковики забанили А он типа Ну отойди Не загораживай мне солнцем Да какой ты крутой Диаген Если чё Я и тебе И чё говорю Я же какую-то там Работу писала По диагену Полностью После того Что он мастурдировал При людях Нам еще препод Тогда сказала Вы знаете там Ну надо было написать Диагене все Что найдешь Не только в сети А в книжках Везде где только найдешь Всю его жизнь Досконально Ну как-то так Его предоставить То ли теория культуры была То ли история культуры была То ли еще какая-то Культура культуры была Мне потом Пять за это поставили Местами даже за смелость Сказали А типа Вы сможете вот эту фразу Сказать Что он мастурбировал На людях на площади А чё бы нет Ну типа Вы же культуролог И это должны сказать Ну вот я культуролог Я это сказала Это так Все вот Если тут кто-то решит Что мне не нравится Диаген Или македонец Так Сейчас мы это пока временно Вырубим Вырублю сейчас Время на камеру Потом Снова вырублю И покажу Как я вам сую Где у меня сейчас Моя печечка стоит Вот где моя печечка Сейчас стоит Даже сухарики сделала Чтоб было видно Так наверное На окне она стоит Ну По легенде Надо отодвигать Немножко от стены От окна Мы ее сейчас Регка еще Отодвинем И поставим Вот я сейчас подумала Может меня опять Кому-нибудь отнесут Мои дорогие хейтеры Относительно того Что мне нравится Это диаген Надо нам ее воткнуть Вот Сначала мы ее Отодвинем Ожидается Уху Наверное Было эту шпучку Достать Насколько помню Надо ставить На серединку Вот Только думаю Наверх На низ Наверное На этот На нижний Подогрев Тогда Может Туда же На серединку Нанис Так Вкусно Этот ролик Специально Для тех Кто так же Как я Еще не особо Умеет готовить В печках Ну Не все Рождаются Умеющими Приготовить Перец С Богом В чертов Абсолютом 150 градусов У меня же стол-то по-другому стоял Как-то Вот так Ну что Наверное 30 минут Заделаю На низ На 150 градусов Именно Ох-ох-ох-ох Может Мне с вами Поесть На камеру Сутуксом Так Что Лезти надо Наверное Хорошо Смереть Какая-то Какая-то Бумажка На Потом На Потом Суп Суп Вспомнить У меня еще Лет Вот У меня Суп 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 Без и поесть. С маслом. Все-таки интересно так пахнет. Все будто бы это масло нерафинированное, недезодорированное. Надо, наверное, чуть-чуть увеличить. Так, повыше меня поставить, чтобы мне эту голову-то не срезало. Я ведь что-то и не заметила, сколько у меня эта фигня товарится. Ну ладно, выключу камеру, посмотрю, сколько по времени записалось, и пойму, сколько она варится. Там еще 25 минут было вроде, да? Ну, значит, она уже 20 минут варится, эта фигня. Свекла. Я уже думала, может, я это забыла включить. Так. Хлеба все кусочек отрезать надо. Тут у нас мерик. На окно пока поставим. Тут у нас сауфеточки, полотеночку. Ой, преликла. Это самая штука, которой можно вывести ее помощью. Таня, горшочек пока пустой. Ложечка. Сейчас молочек забыла. А, я корейки поначала. Кто-нибудь сейчас скажет, что это не единичное. Есть такой ложкой супа, после того, как ты ее намесила. А еще насики мне как-то вылили, чтобы я это прибеднялась. А вот я сейчас буду, наверное, почти показательно прибедняться. Ну, на самом деле, у меня еда есть. Да, у меня хватит. Так. Скорее, будь садка. Теперь ты не помрешь до момента своей, этого самой, физической смерти. Интересно, видно, что кот на окно запридул? Да, кусочек кота видно. Видно кусочек кота. Ну, вот мой чай от завтрака, он остыл. Кайтошечка, которую мы потом подсистим. Соль. А сейчас соль не пустит. Супчик, ты как? Грейся супчик, грейся. У меня тут бумажка от жидкого мыла, которая мне Релька из Тюмени подарила. Это самая бабушке травница, ягарки, 500 грамм было. Ну, оно как бы и сейчас есть. Тут вот типа маска для увядающей кожи, тоник, аджино, облеск, антицеллюлитный массажный скраб для тела. Мне, что ж, ну, ой, так нравятся эти бумажки от этой бабки, агарки. Вот где вот это? Раньше там покупала, то есть дарили. Я всегда их собираю. Мало ли пригодятся. Даже если они не по теме. Так. Откреплю, как надо. Путикнуть. Согрейся уже, я так есть хочу. А ты так медленно нагрешься. Наверное, надо сдвинуть, а тут в пол холодильника кадр загружают. Так, вот и печку видно, и кота, и меня теперь. Простите, любезно, за то, что я тут сунула пол холодильника в кадр. Я что-то не подумала. Как же вкусненько. Сейчас у меня супчик будет, у меня тут на ложке осталось немножко чесночка. Вот, с кари, с чесночком. У меня, кстати, этот суп, мне последний раз, когда я была в выдрах, мне выдрали, в выдрах выдрали. Эту самую, ну, деревня выдра называется. Полутора метровую петрушку, и там был этот, корень петрушки солила. Мне моя бабулька сказала, что можно эту петрушку, корень подшистить и в суп зафигачить. Вот у меня тут просто перенос этой петрушки получился. Почему-то по вкусу, ну, я зафигачила еще и листья петрушки. Но вкусно, ну, так это, специфически. Сметанку у нас продают в одном магазине на развес мулическую. Она была 133 с копейками, стала 140, я смотрю, тут на дня купила на развес. Ну, такая густая, хорошая, вот, практически, будто из-под своей коровы эту сметану достали. Ну, не приносится, сметана же не из-под коровы достается. Сама уже там, это, сливки сметаны делаются, после того, как снять с молока. Что там с моим супом-то? Ну, наконец-то, не прошло 300 лет. Ну, что, засунем внутрь тебя, да? Лишь бы тебе не долбанулось, а? Интересно, если мне мясо попадается или нет, ну, подрос. У меня две ложки получаются. Одно мешало, другое с чесноком. Так вот, для чего мне эта чайная ложка. Сейчас мы и сметану будем пикачивать. Я стараюсь из этой коробочки брать с чистой ложкой сметану, чтобы она там, это, не забродила, или еще что-то с ней может быть. Тут, вон, сиворотка, или чуть-чуть не вытекает, и... Ммм, такой кайф. Во. Может, конечно, это много сметаны? Да. Интересно, как понять, что батарея того кается? Там, да, на камере обычно пишется, что значок такой, когда я смр снимала этот с пупырками. Я еще один пупырок нашла. Ой, у меня там шкаф открыт. Ну, и, короче, там показывается, что как бы... Вот при монтаже гляну, как оно слышно. Нет, потому что я там за камеру отхожу. Как бы показывается, что мигает такая-то, типа, флешка, и что флешка уже переполнена, скоро там 4 минуты осталось. То есть, все. Я бы хотела порисовать, но что-то у меня пока времени с руками не доходит. Ну, я порисую, у меня идея даже есть. Вкусняшко. Правда, соли... А, я забыла, посолить, по-моему. Чего мы лопим? Тиша. Я вчера убиралась на балконе, но как бы у меня там и так убрано было, но надо было немножко, чуть-ка посмотреть, что выкинуть, что нет. Потому что у меня несколько еще тюков с той квартиры не разобрано, не поверите. Вот они на балконе стояли. Я решила кусочек ковра отстегнуть от того ковра, который в большой комнате в той квартире был. И положила в коридор. Коту вместо того, чтобы он ушел в одном месте, все-таки ободрал, пришлось приклеивать. Ну, не то, чтобы он ободрал, но он так сделал, что они отклеились, пришлось доклеивать. Кусочек мяса словился. Хороший, положила в коридоре маковер, чтобы он его утрал. И даже нашла одну фигню. С одной стороны кожаный, с другой стороны мех натуральный. Покупала в каком-то городе, на каком-то литературном слете, куда мы когда-то сто лет назад слетой еще едили. Когда все были белые и пушистые. И если и плевали с ненавистью, то очень так это деликантно и между собой за глаза. Отдала этому дураку ее. Так он с ним, кстати, меня улучшит. Слышно, интересно, или нет? Он с ней играл, он решил, видимо, что там мышка живая. Тишка, что ты воешь? Ты только что был с хозяином и сварил. Наверное, хозяин все еще на том месте, где ты его оставил. В окно мне сложно выпрыгнуть, у меня там. Светка на окне. И густ яблони вырастет. Как многие заметили, кто смотрит стримы, я там обычно ем. В этот раз что-то я поела перед стримом. И люди просили, ну хоть кулоник лебушков съесть. Тише, что ты орешь? Иди сюда. Ты боюсь свиное мясо. Если ваш организм имеет свойство помирания, и вы при этом не веган, то съешьте кусочек свиного мяса. Можно с кулак, можно с полкулака, можно с две трети кулака моего. Раз в неделю даже. И будет в том числе. Вот сейчас я достала, и ложкой попался мне. Кружочек этого самого корня. Корня. О, какие там петрушки. За счет чеснока, приятного. И карий, в основном за счет карий. Такое остренькое. Надо было карий в этот супчик положить. Тише, что ты воешь? Не то, чтобы у меня холодно. У меня еще и форточка приоткрыта. Батарей глячей. Но как-то... Я ее тут постирала. Ммм. Я ведь рискнула жизнью, здоровьем. И посмотрела немножко. Птичка не дерья, ой. Блог этот, влог, как он там. Короче, ролик. Ирена Ильичева, что ли, мне в стриме последний раз писали. Или в этой... В премьере, в чатике. Что типа того, что если я ее видела... Ну, типа знаю, или я ее... Я говорю, ну вот ты ее. Толгую, тут иногда советуют. Что типа, не смотри ее. Она типа так хреново готовит. А тебе еще говорят, что ты хреново готовишь. Ну, в смысле я. Я не дошла на момента, где она готовит. Ну, там она так уныло говорит. Я честно пыталась пять минут осилить. Еще я не догоняю. Вот у многих такое есть. И вот название ролика много-много-много тем пишут вот это-то. Ну, написали бы, как мой день сегодня прошел. Да, там... Я покрасилась дробь. Я там пошрала дробь. Я там че-то к мужу купила дробь. Я там еще что-то сделала дробь. Нафигу. Это модно, что ли? Я все хотела спросить в стриме. Еще день. Вот сейчас вспомнила и спросила. В чем прикол таких названий без пробела через дробь? Все познается в сравнении, но... Я пыталась сравнить ее по унылости с Антошей. Но... По-моему, она одинаковая. Не, наверное, у нее есть там своя аудитория. Которым она нравится. Но я бы не осилила ее вообще. Все я ее и не осилила. Я хотела... Там у нее название что-то было проготовить. Думаю, ну сейчас гляну, как она там вообще готовит. Но заготовить я не дошла. Каментах ее критиковали. Читала, что типа она своего ребенка под ноль подстригла, что там делают. Только на зонах где-то там. Но я даже в видео до этого не дошла. Но судьба мне была увидеть, как она готовит. Я когда удивлялась, что пишу что-то подобное, как это смотрят, и мне еще говорили, что некоторые чуть ли не круглосуточно пишут свой день. Вот теперь это... Я не удивляюсь. Кажется, так действительно делают. Подобудить и я. По мне-то вставили бы камеру, скрытую наблюдения где-нибудь. Или видеокамеру просто какую-нибудь такую включали на круглосудку. С огромной флешкой за пальцем, чтобы писала все 24 часа. А напрямую транслировали бы на канал. Экономия хотя бы монтажа. Времени на монтаж. Не, я не осуждаю. Я просто так охреневаю немножко. Я, видимо, еще к этому не готова. Подобным роликом. Кишка, не деребуй. Кишка, урою сейчас нахрен. Супу дай, дай есть. Надо было, наверное, покрошить чеснока. В следующий раз покрошу чеснока. Когда буду обедать, у меня там еще на раз суда осталось. Чеснока, а сам суп буду варить с кари. Если овощной, потому что очень вкусно. Это стоило того. У меня тут кусочек хлебушка остался. Кот, ты что там творишь, а, кот? У меня тут есть зеленый чай, который мне задарили родственники, сестры. То ли на день рождения, то ли на Новый год, то ли на 8 марта в этом году. Вот он. Вот моя чашка с обезьянками маленькая. Есть еще побольше. Это я сама покупала, а есть дареная. Воды, наверное, в тебя надо подлить. Сверху как. Сверху как. Сейчас подумала Может просто сварить картошки И делать салатку с чесноком Хотя у меня там бульон мясной Его надо процедить, у кого-то насадил Че ты лаешь-то все? У тебя же еда есть Ладно бы не было Мук-мук Жри давай Вон у тебя даже хлебушек с маслой там есть Сливочный Сам красиво А сам не жрешь при том Что-то хотела умная сказать И забыла Сегодня придется ролик монтировать И все-таки доделать 39-й главы Чтобы своим уже заниматься Действом Что-то я хотела ведь Забыла Купила на назвес орешков Сгущенка вот Которую я как-то покупала в банке Вареное сгущенное молоко Вот один в один Есть сгущенка, которая как бы На каких-то маслах Она жиденькая Вот вареное сгущенное молоко Оно густое Вот оно такое тут Что за концерт Погорелого театра Иди сюда А, да, меня тут еще актрисой Назвали из какого-то театра Спасибо Хотя Не знаю Есть у нас в этот году Что вот это Не начались репетиции Или меня решили в этот раз Продинамить Внезапно Наверное Нашли кого получше В плане мозга и сговорчивости С другой стороны Ладно Потому что Я что-то все никак не Соображу Как отсюда По времени Вписываться в автобусы Маршрутки В расписании автобуса Транспортного Нашего Нашего транспорта Городского И набираться Отсюда Дотуда Учитывая тот контингент Который там Последние годы был По большей части Это так Когда вас окружают Много людей С ограниченными Возможностями мозга То вы себя чувствуете Настолько не в своей тарелке Тише Ты там берешь обои Да ты такой Ползучий И при этом у тебя полная Откидает то что они там есть Он только тогда Будет жрать Думая что там Не было Я как бы ничего Я вот не то чтобы я расстроена Из-за того что меня там вдруг не зовут На запрячья Хотя то что скидывалась Ну Скидываемся мы на черепите Акаба Не на Репетиции Но Я как-то так конкретно Так не хитит Тут стала Что даже на какие-то там Тусовки у меня надо сильно Выпинывать Но правда Последний раз Когда меня выпинывали На какую-то типа тусовку Она была настолько унылая Что видимо я подсознательно понимала это И не хотела идти Я даже до сих пор еще не была В нашем этом центре досуга Хотя вроде там есть какой-то Типа спортивный зал Или как-то так Ну Должен быть По слухам Я что-то там еще не была Хотя вчера выпинула себя По морозцу На площадку Правда На тренажер Которые силовые Я их называю Ну где надо Спину качать Руки качать Ноги качать Или что-то Адамое Сходилки я не осилила Ибо надо держаться За холодной поручни А у меня только митинги Большатки я еще не доставала А митингов холодно Ох, тут у нас она Чуть меньше 10 минут Я их даже еще не сливала На комнату Что на левом берегу гуляла И обезьян Все их не монтировала Там у нас Хрита моя Наверное Ее надо погушевать Короче я каким-то таким щеканом стала Так У меня где-то была тяпочка Ладно Я полотенечко Чай же вода Поею Кстати народ В чем прикол Пышной свадьбы Учитывая что допустим Ну муж Парень девушкой Решили пожениться Он ей сделал допустим Приложение По большей части Обычно мужик делает Приложение Она как бы согласилась Ну и они назначают Допустим Не идут там в ЗАГС Чтобы Встать на очереди И получить эту долбанную роспись Сообщая государству Что мы теперь живем Не гражданским браком А Лаксовым Типа вместе Копыть бабло На пышный свадьбашок Потом везде Делать дурацкий салют Который пугает Обычно собак Иногда и кошек Иногда людей Кучу денег На эту всю хрень Грохать Кучу бабла На то Напоить водкой Непонятных По большей части Людей Которых Глаза не видел До этого Там Жен Муж допустим Не видел в глаза Родственников Жены А жена Однологично Мужа И ждать При этом Ну где-нибудь Год или полгода Или типа того Мне кажется Вот такие браки Они по большей части Ну процентов Девяносто Из-за Что они Через год Два Разбегутся Чем пышнее свадьба Тем Хреновый брак Вы как считаете В чем вообще прикол Такой Как бы Показушной свадьбы Ну Ладно Есть у вас деньги Вам копить не надо И вы хотите Эту пышную свадьбу Грохните деньги На какое-нибудь Общее дело Или на какое-нибудь Путешествие Ну Так уж Ну собрались Там друзья Посидели в кафе Погухали Если надо Татуировками Обменялись Ну С носокольцами Там были еще чем Можете И с друзьями Не только Между собой Тема для разговора Началось с готовки Закончилось с едой На камеру Причем не той еды Которую готовила На камеру Так Вода Разрядилась у меня одна Сонька Я поэтому Решила писать На другую Соньку Но я смотрю У меня это Тоже полуразряженная У меня получилось Короче говоря Сейчас я Светку Этой Сонькой Не знаю Можно ли ей Управлять Через камеру И она совсем Разряжается Короче Сейчас я поднесу Этот штатив Оказалось Вот мои сухарики Я их обрезала Я поняла Что советы В интернете И некоторых подписчиков Может быть Они конечно И хотят добра Но лучше Все таки Совет моей тети Надо не Вот это Для выпекания Фигачивать А фольгой Как я делаю Потому что Это для выпекания Имеет свойство Подгорать Подпекаться Или как то так Короче Я ее обсригла И вытянула И я Оказывается Видимо Все таки Я ее еще не освоила До конца Эту плиту Есть фигня Вот эта кнопка Которая Отвечает За вкл Выкл Вентилятора Я так еще не поняла Для чего А есть вот эта Которая отвечает Непосредственно За нагрев И вот я по ошибке Поставила Вон на ту клавишу Где оно Ничего не жглось Короче Она у меня Тупо полчаса Вентиляровалась И я уже потом На 7 минут Ну где-то Минут на 10 Ставила Чисто посушить И вот сейчас Буду досушивать Потому что Оно как бы Не досохло Хоть и провентилировалось Полчаса Пока у меня Одна камера Заряжается Другая разряжается Я все таки Решила чуть-чуть Заснять Смонтирую Это все равно В исходном монтаже Идет Каким-то там Метром Образом В основе Если не ставить Специально И чисто Заливать На ютуб То 30 кадров В секунду Или как-то Оно там Монтируется На моем Вид так Что эти 30 кадров В секунду На одной Камере Можно Совместить С 50 Декадрами В секунду На другой Камере А еще На Сонике Есть приблуда Которую я пока Еще вообще Не освоила Где можно Совмещать Вообще С двух Разных Камер Соник Вообще Максимум До 4 Разных Камер Соник При монтаже И как-то Оно все Ништяк В общем Вот такие Пироги Пока Наверное Пока Можно ли Снимать Когда оно Заряжается Походу Дело Можно Так вот Готовить Походу Дело Надо Она Кверх Ногами Вот По этой Книжке Или По той Книжке Которая У меня Там Еще От мамы Что-то Осталось Какая-то Другая Местами Даже Рукописная Ибо Вот Там Я Уже Понегодовала Фудилку Животное То С 73 Тысячами Подписчиков И с Негативными Кэрентами Негативные Кэренты Не зря Были У меня Из-за Нее Вот Что Получилось В итоге Вот И я Притом 20 минут Всего лишь Делала А не 40 Как это Пи-пи-пи-пи-пи-пи Мерзкое Животное Советуют С Каналом Названным Так Будто Она Малолетка Какая Аниме Увидевшая На деле 40-летняя Или сколько Там Короче Лёля Внезапно Узнала Что в интернете Точнее Что на ютубе Столько Идиотов Что просто Трындец Ну и Как бы Да Всем спасибо Кто осилил Ну Наверное Весело В какой-то Степени Было Ну Мне По крайней мере Было весело Когда я Так Все делала Не знала Об итогах Я потом Еще тетя Позвонила И пожаловалась Тут у меня Уже Свекла Сварилась Лаврик Я обрезала Потому что Оказалось Что он Местами Заболел Ну Как-то Я замечала Давно Я подозреваю Из-за того Что кое-кто Забыл Мне болеть И вот Он Видимо Так Буйствовал Буянил Погуглила В сети Там Везде Ну Подобная Проблема Была Но В общем Оно Не совсем То Что У людей Было Но Посоветовалось Там Типа Протереть Помимо Прочего Спиртовым Настоем Ну В смысле Спиртом А спирта У меня нет У меня Был только Лосьон Лаконос Лаконос Короче Лаконос Настоенный На лодке Какой-то Там Элементарный И вот Я им Протерла А потом Интересно Заросший Что я просто Зрезала Вроде как Советуется Срезать Молодые Листики Ну В смысле Эти Может Не совсем Молодые Старые Какие-то Насрезала Я несколько Веточек Да Вот Сейчас Уже Снитесь У меня Тут Раковина Еще Не Мытая Вот Тут Мелкие Я их Потом Помою И вот Тут У меня Куча Веточек Там Еще Остались Веточки Я Сейчас Даже Засниму Прям У меня Так Влог Стиля Наверное Какой Ньюти Елена Ильичева Если Она Конечно Записывает Вот Это Все Тут Кот На Полу Валяется Я Сюда Пересадила Немножко Я Пересадила Еще В Лаврик Так Как У меня Горшков Нету Земли Нету Вон Тут Обезьянка С Украины Висит И Фигнюшка Которую Я С Хельсинки Приволокла Четыре Года Короче У меня Тут Срежу И сделаю Себе Сока Алоэ Вот Если Вы Там Возможно Как То Видели У меня Сначала Его Было Дофига Много Теперь Я Обкорнала И Срезала И болеющие Веточки И просто Веточки Ну И Как Б Я Кой Кому Обещала Веточку С Почечкой Чтобы Всунуть В горшочек Покрыть Баночкой И Поливать И ждать Когда Почечка Откроется Короче У меня В принципе Есть Веточки С Почечками Но С другой Стороны Я думаю Свежие Не заставят Себя Долго Ждать И пойдут И он Снова Большой И ветвистый У меня Насушено Листиков Я Все Забывала Поснимать Поснимала Посушила Еще В сушилке Сундучке Из-под Чая Который Мне Как-то Задарила Одна Моя Уже Бывшая Знакомая Мы С ней Месте Учились Тут Я Пересадила Этот У меня Стопки Был Хлорофит Он Полосатый Потом Там Немножко Вообще Было Немножко Леньки Мокрого Чувствую Квартире Которую Мне Бабушка Выкинула В подъезд А потом Оказалось Что Он Тот Из Подъезда Это Мой Который Потом В подъезде Снова И остался Это При Переезде У меня Некоторые Цветы Род Сынечки Забраковали То есть За горшочек То есть За их вида И Герань Которая у меня Сначала Тут Росла Хорошо Но потом Ее забыли Полить Она Вымерла Мне пришлось Ее пересадить В этот Точнее В воду Я ее засунула С этим Самым Как он Звать Тайво В стопочку С водой Она Даже Цвела Ну и В общем Я ее Все таки Делокорни Я ее Пересадила Надеюсь Отрастет Тут У меня Было Еще Тридисканция Но я ее За счет того Что там На нее Немножко Попало И был Шанс Что она Будет Разносчиком Дальше И сама Помрет Этих Непонятных Липких Фиговин Я ее Обстригла Ну там Как бы Хотела Выдрать А корни Так конкретно Росли в землю Я решила Что если она Жить захочет То отрастет Дальше И вот Самый прикол Все помнят Наверное Кто увидел В инстаграм Я еще Где-то Скидывала Может быть Даже Снимала Видео Или еще Что-то Вот тут Беленький Цветочек Они были Вообще Бледно-розовые Но видимо Местами все же Белые Бледно-розовые Вот Удивительно Она пошла Беленький Цветочек Там еще Было Ну я Тут Видела Листики Такие Пораненые Я их Просто Вырезала Естественным Путем Ну чтобы Как-то Красивее Смотрелось А потом Они были Пораненые Думаю Легче Все-таки Их Наверное И Аккуратненько Удалила Этот Полусухой Белый Цветочек Вот у меня Тут Так и Передает Камера Как есть Вот эти Вот цветы Удивительно Что они Стали Такими Цветами И вот Тут еще Белый Цветочек Двухцветная У меня Короче Пиалка Хотя Она Изначально Была Одного Цвета Я не знаю Чем Вообще Это связано Я знаю Что меня Смотрит Ну может Быть Уже Не смотрит Короче Смотрела Меня Одна девочка Которая Еще В инстаграм Есть Не знаю Подписана Или нет Потому что Я там Не очень Понимаю Как Смотреть Из моих 277 Которые Плюс Минус Куда-то Убавляются Подписчиков В инстаграм Короче Девочка Меня Одна Смотрела Не помню Ник Честно Но Она Говорила В каком-то Стриме У меня Что Она Этими Фиалками Заниматься В общем Если Врух То Если Она Еще Смотрит Или Кто Не Знает Просто Скажите Мне В камендах С чем Связано Что На Одной Фиалке Одного Определенного Цвета Вдруг Стали Два Разных Цвета Этой Фиалки Ну И тут У меня Мой Хлорофит Он С Обезьянкой Которую Я купила В Букинисте Петрозаводска В 2013 Году Не Иллюзорная Обезьянка Зовется В честь Одного Блогера Стефорит Ника Ну Да В общем Я сейчас Хотела Показать Горшочек Который Я еще Чуть Пожаловалась Да У меня Там Остались Еще Этот Мой На балконе У меня 7 градусов Как показал Мой Градусник Я специально Оставляла На какое-то Время То Вышла Глянула Смотрю 7 градусов И Вот Этот Фикус С Тем Жем Молочаем Внутри И еще С Дисканцией Повнутри Дисканцией Короче Вот это Вот Мне показывало Сколько там Градусов Вот Оно Мне Обратно Показывает Мои 22 Градуса С той Квартиры Еще Мамин Ну Я Тетик Жалуюсь Что Вот Значит У меня Там Сухарики Я Столько Всего Истратила Она Говорит Ну Сделай Еще Сухариков И Говорит Ну Максимум 15 Минут Или Говорит На 7 И Потом Подождать Я В итоге Вместо Сухариков Потому Что Хлеб Отчетного Мне Все Так Не Надо В виде Хлеба Сделаю То Что В начале Ролика Говорила Про Тушеную Картошечку Ну А Я Еще Не Вынимала Вот Она У Меня Стоит И Мне Пришлось Еще Потом Мыть Эту Дверцу Потому Что Она Конечно У У меня Тут Дымище Было Из Из Этих Сухариков До Сих Горшочек И Оказывается У нас На улице Дужей Был В общем Теперь Всем Спасибо За просмотр Я постараюсь Это смонтировать Ближайшее время Может быть Даже Выложу Как Этой Самой Премьерой Только Без Меня Как Я хотела Хоть Мне Никто Не Написал Что Желает Такого Вы Не Написали А Я Все Рано Хочу И Сама Сама Смотреть Не Буду Потом Посмотрю Че Вы Там Видос Без Лёли Ну И Всем Пока Всем Желаю Нормальных Адекватных Рецептов От людей Которые Сами Это Делали Они Показали Непонятно Как И Короче Адекватных Людей Вам Желаю Теперь Точно Пока